Добрый день! Мы часто с вами беседуем по поводу орхидеи. Недавно совсем я рассказывала о том, как чудесно зацветла у нас там котлея. А сегодня, конечно, расскажу совершенно об удивительном растении. И я думаю, что даже не все любители орхидеи об этом растении знают. Я не говорю просто уже вообще от цветовода. Значит, это растение называется тангопея. Вот посмотрите, как оно выглядит. Вот это практически его нормальное состояние. То есть много-много буль. Вот видите, идет молодой побег. Вот один из старых листьев сохранился. Остальные листья у нас благополучно за эту зиму съели грибы. Они почернели и пришлось их отрезать. Вот еще один молодой побег. Вот он вылезает. Вот видите, это растение, которому вообще, в принципе, нужен простор для роста. Она может расти только в корзинах. Потому что молодые побеги начинают пробиваться со всех сторон. В том числе и могут там вертикально вниз уйти. В общем, вот она себя ведет вот так очень хаотично. Но, конечно, знаменитый стангопея не этим, а знаменита она своим цветением. Вот это то, что я называю просто орхидея орхидеевна. Вот это символ, на мой взгляд, орхидеи. Хотя везде там, допустим, где-то там на монетах в Доминикане, там еще где-то в Гонконге печатают это самое изображение котлеи, которые тоже, конечно, необыкновенные. Но вот так, как выглядит стангопея, я считаю, что это просто орхидея номер один. Значит, кроме того, что это совершенно необыкновенный цветок. Посмотрите, как он устроен. Ну просто, но это же поразительно, вот что вот цветок может быть устроен таким сложным образом. Мы уже много раз говорили, что орхидеи в своем опылении зависят от определенного вида насекомых. И каждый цветок он подстроен под определенных насекомых. Вот у сангопея это очень хорошо выражено. Вот лепестки, они все такие толстые, такого суккулентного плана. Если бы вы стояли тут рядом со мной и чувствовали этот аромат, это просто несказанно прекрасно. Вот когда зацветает сангопея, по всей нашей теплице разносится аромат, ну никаких даже похожих на этот запах духов я ни разу, честно говоря, не пробовала. Но это просто необыкновенно. Вот сразу себя ощущаешь где-то в тропиках, на берегу океана. Ну, запах необыкновенный. Вот. Но дело все в том, что этот цветок, в отличие от многих других орхидных, он очень короткий срок цветет. Вот буквально 2-3 дня. Вот сегодня он расцвел, пахнет. Завтра еще, но уже к вечеру начнется такое увядание, запах ослабевает и все. И на этом вот этот праздник заканчивается. А цветет сангопея только один раз в году. Поэтому, представляете, с каким нетерпением мы ждем, когда наконец начинают развиваться эти бутоны. Кстати, Володь, мы потом подойдем к другой сангопеи и покажем, как выглядят бутоны ее, как вообще все начинается. Вот. Ну, в общем, вот такое вот замечательное растение. Это сангопея сангопея тигрина. Вот. Она, конечно, ну, одна из самых, на мой взгляд, нарядных. Вообще видов очень много разных. И все они цветут вот таким же образом, выпускают свои цветоносы вниз. Но цветки более мелкие, более бледные. Ну, не такие вот нарядные, как именно у этой. Теперь, конечно же, я думаю, у вас возникнут вопросы по поводу того, насколько можно ее держать дома. Держать ее можно безусловно. Но главная, конечно, главная трудность в уходе, это то, что нужно большое количество света для того, чтобы она зацветла. Иначе никогда не наберет цветочных почек и никогда не зацветет. Вот у меня дома примерно такая же теплица, как здесь. Но расположена она немножко по-другому. И там света меньше, чем вот, например, в наших вот этих теплицах. И у меня лет 10 висели сангопеи, которые ни одного раза не зацвели. Поэтому зацветет она в квартире или нет, это, конечно, вопрос. И это проблема. Ну, естественно, можно пробовать, потому что, в принципе, что касается самого ухода, ничего такого сложного нет. Ей нужна корзинка, кора. Вот здесь же даже коры не осталось. Она так хорошо наросла, надо уже будет это растение поделить. Вот. Что и коры-то уже очень мало. Вот она буквально вот висит вот в таком вот состоянии. И все свои действия совершает на весу. И молодые побеги растут на весу, и, соответственно, цветение тоже так же происходит на весу. Вот. Поэтому ей достаточно опрыстить, подкормки, ну и, как я уже говорила, хорошего освещения. Потому что вот добиться такого цветения, да еще посмотрите, какое количество здесь цветов, это, естественно, непросто. И у нас так обильно, они тоже не всегда цветут. Обычно это 2-3 цветка. Вот. Поэтому посмотреть, конечно, на это очень интересно. Володя, ты сейчас покажи очень так подробно цветок, чтобы посмотрели. Ну, запахом вам передать не можем, к сожалению. Вот просто, чтобы знали, что такое растение на свете есть. И в природе вот такое, представляете, чудо взять и встретить где-нибудь в тропическом лесу на прогулке. Конечно, это необыкновенная вещь. А вот я хочу показать вам начальный этап вот этого необыкновенного цветения. Ну, во-первых, вот это остатки от цветоноса, который буквально еще 3 дня назад был вот таким же прекрасным соцветием. Вот он. Видите? Вот все, что осталось. Очень быстро отцветает. И вот новые. Вот как. Вот как образуется то, из чего потом превращаются такие, появляются такие красивые цветы. Видите как? Пробивает просто вот эту каковиту. Сначала это маленький совсем такой вот побежек. Вот это цветонос, видите? Вот он таким образом вылез. Вот еще один вылез. Вот он. И через буквально там дней 5 это все превратится в вот такие замечательные цветы, но которые, к сожалению, через 3 дня вот уже превращаются в ничто. Вот. Ну, вот видите, как интересно растет это растение. Вот у этой стангопеи, правда, листьев побольше, но тоже растение старое, мощное. Вот так оно растет и живет. Вот. Так что смотрите, любуйтесь и подписывайтесь на нас. Мы будем еще рассказывать о всяких интересных вещах. Все. Всего вам хорошего. До свидания.